Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем 18 главу. И явился ему Господь у Дубравы Мамре, Когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой, поклонился до земли и сказал, «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, а моют ноги ваши, и отдохните под всем деревом, а я принесу хлеба его, подкрепите сердца ваши, потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Это удивительная сцена в книге Бытия, поскольку речь идет о явлении Господа, и это явление совершается в том, что три мужа стоят против него. Господь является в образе трех мужей, и это указание достаточно прозрачное, и это во всех святоотеческих толкованиях отмечается, на Пресвятую Троицу. Почему Господь является именно в образе трех мужей, а не одного? Поскольку это указание на Святую Троицу. Эти три мужа – это три ангела, которые являют собою троичность Бога. Но это именно три ангела, потому что это не непосредственно Отец и Сын и Святой Дух, это три ангела, в которых Бог себя являет, показывает, что Он намекает, вернее, предвозвещает то откровение о троичности, которое появляется позже, в Новом Завете. «Увидев, Он побежал навстречу им от входа в шатерство, поклонился до земли и сказал, «Вадыка, если обрел благоволение пред очами твоими». И Он удивительным образом обращается к этим трем ангелам, как к одному. «Вадыка, если обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Ангелы в Библии – это проявление Божьего присутствия. И они могут себя проявлять в качестве неких мужей, то есть они выглядят как люди. Мы себе иногда ангела представляем в виде младенчиков с крылышками, это не имеет ничего общего со Священным Писанием, или в виде неких юношей с крыльями, что чуть ближе, но на самом деле в Библии ангелы являются в образе неких мужей. И вот Авраам почтительнейше их приветствует и приглашает их в дом свой. Эта сцена гостеприимства Авраама, она изображена на православной иконе Троицы. Есть знаменитая икона Рублева Троица, есть множество икон на тот же сюжет, написанных другими иконописцами. И там вот изображены три ангела, и на некоторых иконах можно видеть, как внизу вот в маленьком таким, маленькая фигурка Авраама, который готовит там обед, который заколает тельца. Они сказали, сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к саре и сказал ей, поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отраку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подли них под деревом, и они ели. Мы видим, как почтительно Авраам принимает этих ангелов. Он ведет себя как слуга, то есть он даже не смеет сесть с ними за трапезу, он стоит в сторонке и почтительно им служит. И сказали ему, где сарра, жена твоя? Он отвечал, здесь в шатре. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это время, в следующем году, и будет сыну сары, жены твоей. То есть зачатие ребенка – это божий дар. Бог дает ребенка на самом деле. Бог не спасывает детей, и вот Бог говорит, я опять буду у тебя в это время, в следующем году, и будет сыну сары, жены твоей. А сара слушала у входа в шатер, сзади его. Авраам же и сара были стары, в летах преклонных, и обыкновенная у женщины сары прекратилась. То есть давно уже менопауза прошла, в прошлом, и сара уже не может рождать детей, и это кажется физически неизбежным. Сара внутренне рассмеялась, сказав, мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар. И сказал господь Аврааму, отчего это сама в себе рассмеялась? Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что-то трудное для Господа? Назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у сары сын. Есть ли что-то трудное для Господа? Действительно, даже зачатие ребенка молодой, здоровой супружеской парой, которой там по 20 лет, это чудо Божие. Это чудо, явление на свет нового человека, созданного по образу Божию. Это Божье чудо. Мы привыкли, поскольку это происходит постоянно, но это Божье чудо. И здесь Сария, ангел, говорит, если что невозможное для Бога. Бог есть творец мироздания, Бог может творить чудеса, Бог обладает властью над всей природой, и для Него ничего невозможного нет. Сара же не призналась, а сказала, я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал ей, нет, ты рассмеялась. И встали тем уже оттуда, и отправились к Содому и Гаморе. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, раба моего? Что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и богословятся в нем все народы земли. То есть, не только народ произойдет от Авраама, но в этом народе богословятся все народы земли. Божий замысел в отношении Авраама, он охватывает все народы земли. Каким образом? Потому что из потомков Авраама явится богословенная Богородица и Преснодева Мария, от которой воплотится наш Спаситель, Господь Иисус Христос, который принесет спасение всем народам. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дома своему, после себя ходить путем Господнем, творя правду и суд». И исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем. Бог избрал Авраама для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дома своему. Мы обычно говорим, что человека избирают за что-то. В нашем представлении, вот как у нас строятся отношения с людьми, как они строились раньше, быть избранным можно за что-то. Вас избрали на эту работу, потому что вы к ней способный человек, потому что у вас там хорошее резюме. Юноша и девушка избрали друг друга в жену, соответственно, в мужа, потому что их привлекли друг в друге такие-то достоинства личности или внешности. Но Бог избрал Авраама для. Избрание Божие в данном случае основано на Божьем плане в отношении потомства Авраама. Бог избирает Авраама не за его предварительные достоинства, Бог избирает Авраама для осуществления своих Божьих планов. Для чего избрал? Для того, чтобы он заповедал сынам своим и дома своему после себя ходить путем Господнего, творя правду и суд. Суд, то есть правосудие, поступая справедливо. И исполнил Господь над Авраамом все, что сказал о нем. И сказал Господь, вопль содомский и гоморский, велик он и грех их, тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопли на них, восходящий ко мне или нет. Узнаю. В Библии говорится о том, что грех и беззаконие, они вопьют к небу. То есть это не просто что-то между людьми. И очень важно это отметить, что это не просто акт социальной несправедливости, это не просто что-то происходящее между людьми. Беззаконие между людьми оскорбляет Бога. Оно вопьет к небу. Как сказал поэт, неправды землю потрясают, злодейства зыблят небеса. Бог озабочен человеческим грехом. И Бог идет для того, чтобы... Это, конечно, очень антропоморфный образ, но вот это похоже на образ царя, который получает сообщение о том, что вот там творятся такие-то безобразия, и он решает лично явиться для того, чтобы расследовать, что там происходит. И вопль Содомский и Гоморский это указание на то, что жители Содома и Гомора были весьма злые и грешны пред Господом. И в современном словопотреблении слово Содомский, оно закрепилось за совершенно определенным грехом, но там речь идет о грехах в более широком смысле. И об этом грехе тоже. Но жители Содома и Гоморры, они виновны в грехах вообще. Они вообще весьма злые и грешны. Тотально. И вот Бог нисходит для того, чтобы произвести суд над этими погрязшими в грехе городами. И обратились мы уже оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? И с праведником будет то же, что с нечестивым. Может быть, в этом городе есть еще 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь всего места ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли не правосудно. И мы видим здесь праведность Авраама. И Авраам мог бы сказать, что у меня отличное отношение с Богом. Я нахожусь в завете с Богом. Бог мне обещал многочисленное потомство. Бог со мной разговаривает лицом к лицу. Со мной все в порядке. А жители Содомские и Гоморские, да гори они огнем. Они виновны в своих грехах. Это нечестивое место, нечестивый город. Пусть их постигнет заслуженная Мекара. Но нет. Авраам заступается за Содом. И это очень важное свидетельство для нас, как нам следует относиться к другим людям, к грешным людям. У преподобного Силуана Афонского есть такие слова, что не приведу дословно, перескажу по смыслу, что если человек гневается на дурных людей вместо того, чтобы молиться о них, он не познает благодати Божией. Потому что благодать Божия побуждает молиться за дурных людей. За спасение тех людей, которые абсолютно недостойны спасения. И вот Авраам молится и заступается за этих дурных людей. Мы знаем, что кара Божия, она должна постигнуть город в целом. Тогда, в то время, еще не было людям открыто то, что есть жизнь вечная, то, что есть рай и ад. И кара Божия воспринималась как поселсторонняя и коллективная. То есть, раз весь город погряз в грехе, весь город от этого погибнет. И Авраам заступается за этот город. Он говорит, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Вот, наверное, в Содоме есть какие-то праведники. Ну, может быть, там найдется 50 праведных людей. Ты же не погубишь праведников вместе с нечестивым. И дальше он говорит очень важную вещь. Не может быть от тебя судья всей земли поступить ли неправосудно. Авраам исповедует одну очень важную истину о Боге. Бог не может некоторых вещей. Бог не может поступить неправосудно. И Авраам, уповая на это Божие качество, он к нему взывает и говорит, ну вот, ради 50 праведников пощади всех остальных. Мы не знаем, какое население там было в Содоме и Каморе. Это были, конечно, не современные мегаполисы, но, наверное, там было не 100 человек, и 50 праведников составляли не половину населения, а значительно меньшую часть. И Авраам просит пощадить весь город ради того, что в нем какая-то небольшая часть есть праведников. Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место синий. И Бог на это соглашается. Он говорит, что хотя эти 50 праведников составляют явное меньшинство, ради них он пощадит весь город. Авраам сказал в ответ, вот я решил соговорить владыке, я, прах и пепел, может быть, до 50 праведников не достанет пяти, неужели за недостатком пяти ты истребишь весь город? И Авраам очень старается спасти город Содом. И мы видим поведение этого праведного человека, который прилагает все усилия для того, чтобы спасти нечестивых. Так бывает иногда, что религиозный человек, который возмущается грехом, возмущается беззаконием, возмущается всякими нечестиями, безобразиями, которые творятся в мире. Он хочет, чтобы Бог их покарал. И если с нечестивыми людьми случается неправда, то такой богочестивец говорит, ага, вот, наконец-то им прилетело, наконец-то они получили, что заслужили, вот, а скоро вообще будет какие-нибудь еще бедствия их постигнут. И вот это злорадное отношение к погибели нечестивых, к погибели грешников, это нечто абсолютно противное тому, что Писание нам преподает, поскольку мы тут видим, как Авраам прилагает все усилия к тому, чтобы спасти этих нечестивых садомлян от заслуженной Мекары. И он решается, он боится Бога, он приступает к нему стрепь, там он говорит, я решился говорить владыке, я прах и пепел. Он говорит о себе, я прах и пепел, он глубоко смиряется. Он говорит о себе, может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти. Неужели за недостатком пяти ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если найду там сорок пять. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там сорок. Он сказал, не сделаю того и ради сорока. И сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там тридцать. Он сказал, не сделаю, если найдется там тридцать. Авраам сказал, вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там двадцать. И мы видим, как Авраам осторожно как-то трепеща, но он старается спасти этот город, что может быть там найдется ну хотя бы тридцать. Авраам сказал, вот я решился говорить Вадыке, может найдется там двадцать. Он сказал, не истреблю ради двадцати. Авраам сказал, да не прогневается Вадыка, если я скажу еще однажды, может быть найдется там десять. Он сказал, не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место. И это удивительный пример праведника, который ходатайствует за нечестивых. И в этом отношении Авраам является прообразом Господа нашего Иисуса Христа. Поскольку Христос является, как говорит Новый Завет, нашим ходатаем. Он праведник, который предстоит пред Богом с ходатайством за грешников. И подобно Аврааму, который ходатайствует пред Богом за Содом, Христос ходатайствует пред Богом за грешный человеческий род. И мы видим, что Бог ищет, Бог соглашается на это ходатайство, Бог в данном случае ищет любую возможность пощадить Содом. Бог не с охотой и не с радостью ищет покарать этот нечестивый город. И Он обещает, что если хотя бы десять праведников найдутся, то этот город будет пощажен. И это вера в то, что для того, чтобы город не был ниспровернут, в нем должно найтись хотя бы несколько праведников. Она глубоко вошла в христианское сознание. Есть даже фраза, что не стоит село без праведника. Я часто повторяю люди, которые не знают, откуда это все. Но мы знаем из Библии, вот из этого повествования о том, что даже если в целом город, в целом какое-то человеческое сообщество погрязло в нечестии, Бог может его сохранять ради тех немногих праведников, которые в нем остаются. И очень важно быть такими немногими праведниками. Мы с вами прочитали 18 главу книги Бытия. Мы читаем Священное Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру